Добрый день, дорогие друзья! Я зарёванная, вот так сильно зарёванная сегодня, но я такая счастливая. Я счастливая, потому что это были слёзы радости. Я изучала Писание, и всё так понятно, всё так явно, и в то же время больно, и в то же время так радостно. Но это были мои чувства, это были мои откровения, мои ощущения, которые передать другому человеку сложно. Сложно. Поэтому в мире очень часто меня не понимают. Даже Верочка, мой друг во Франции, которой я рассказала в подробностях случившееся со мной недавно, как из меня были старакан, не хочу ещё вспоминать. Всё, что предшествовало этому, всё, что было потом, и как всё-таки я потом разрешила всю эту ситуацию. Я во всём этом вижу духовный смысл. А в мире люди просто смеются над этим, тем более, что я это всё рассказываю, могу действительно кого-то рассмешить, реально рассмешить. Поэтому Писание нам даёт чёткое понимание, что душевный человек духовного никогда не поймёт. Это всё равно, что мы сейчас в масле будем, там, в холодной воде размешивать масло. Это невозможно, это невозможно. Много было откровений в течение этой недели. Я сначала думала просто зачитать, ну, из дневника, потому что... Почему? Потому что можно было бы, ну, как бы... Не расширять это всё. Ну, как бы мне это понятно, я это записала. Ну, я же делюсь с вами, чтобы и вам было тоже понятно. С другой стороны, человеку, которому захочется покопаться, он покопается самостоятельно. И точно так же поймёт. И вот я сегодня... Ну, практически больше половины дня я изучала Писание. И это время было таким благословенным. Это было такое чудо. Я не всем, что сегодня вот мне было открыто. Но я хочу вам поделиться одним моментом, которое приостановило моё изучение. И я начала молиться, так мощно и так сильно молиться, как вроде не понимая, до конца не отдавая отчёта, не тело говорить, понимаете. Дух через меня говорит. Но у меня болен сын сейчас, младший. Он заболел 29 августа, находясь в Сочи. Но происхождение его заболевания, это его сидение под кондиционером несколько часов. Дочь отказалась пойти на улицу, гулять, захотела остаться в квартире, где они снимали там. Ну, он, естественно, остался с ней, но почему-то... А выбрал такую позицию, что спиной был кондиционер. Не знаю, два или три часа там они, сколько они там просидели, разговаривая или что-то. Я не знаю, чем они там занимались, но, короче, он просидел под этим кондиционером. Может, что-то смотрели, может быть, во что-то играли, не знаю. Но он заболел на следующий же день, он уже в этот день стал плохо себя чувствовать. А на следующий день они должны были лететь. Они и прилетели 30-го числа, причем прилетели очень-очень сложно. Красноярск не принимал. У нас был невероятный туман, очень сильный был туман. Причем здесь не было так в городе, а там в аэропорту ничего не было видно. Их посадили в аэропорт города Кемерово. Они уже в 6 утра должны были быть в Красноярске. Я просыпаюсь очень рано, получаю сообщение, что мама, мы приземлились в Кемерово. Красноярск не принимает. Я еще не знала тогда, что он болен. У меня не было ни юды сомнения, тревоги какой-то относительно именно их полета. То, что они прилетят, то, что они приземлятся. Я молилась, я общалась с Господом. И когда они, перед тем, как мне лечь спать, они еще не сели в самолет, я очень так уповая на Господа, говорю, ты будешь командиром корабля у них, ты вместе с ними прилетишь сюда. И я верю в то, что все будет хорошо. Поэтому у меня не было никаких сомнений, не было. Я молилась, я ждала, что погода наладится. И она наладилась. Все, понимаете, все было затянуто. Я вам решила подоконник снять, где солнышко. Потому что, вон оно, ну солнышко, ну все же, ну все же, растаскивает, ну все же, растаскивает. Ай, слава Богу, ну солнышко. Вы же видите, какое солнышко. Солнышко, солнышко. Первые лучи солнца, и я отправляю. Мне сидят в Кемерово, телефоны доступные, то есть они не в самолете. Я ему отправляю, я говорю, Игорь, посмотри, какое солнце я снимаю прямо из окна. Она, сейчас вы вылетите, все. Через 10 минут буквально была объявлена им посадка. Они пошли, они говорят, мам, все в порядке, нас пригласили на посадку. В общем, все было хорошо. Вот, и когда уже они приземлились, и когда я уже узнала, что он болен, он сказал, мама, я, ну я думала, что они с Полиной приедут сюда. Он говорит, мам, нет, я плохо себя чувствую. И когда я узнала, что у него пневмония, потому что они сразу же поехали, сделали КТ, то есть прямо из аэропорта. Я попросила заехать сюда, я дала ему генку-белобу и дала ему шлемник. И очень просила, чтобы он отопил, ну, корицу, само собой. Без корицы я вообще не мыслю в выздоровлении. Он обещал, что будет пить, и вот он зашел домой, ну, с порога просто, чтобы это, я все приготовила уже в коридоре, в пакете, вообще все, все, что нужно было передать, ну, не только это, там еще многие вещи. С него просто градом тек, пот, он выглядел очень плохо. Я с того дня больше не видела его, то есть мы только общались по телефону, хотя я предложила, я говорю, Игорь, я говорю, может быть, ты все-таки здесь будешь, я за тобой поухаживаю. Он говорит, нет. Уговаривать взрослых сыновей оперировать какими-то, такими, знаете, вескими аргументами, там что-то, ну, все равно не услышит, он все равно сделает по-своему. Я и не стала. Ну, у меня всегда есть величайшее оружие. Величайшее оружие — это молитва. Что мне и остается как матери, это молитва, то, что он восстановит свои силы и без всяких осложнений все будет замечательно. И вот сегодня я, ну, я по другому поводу, я по другому поводу на эту главу попала. Я во вторую часть этой главы как бы сосредоточила свое внимание, но Господь меня направил с самого начала этой 11 главы от Иоанна, и я где-то, не знаю, может быть, часа 4-5, я зачитывалась, молилась, и Он обратил мое внимание на один стих. И теперь я по-другому молиться не буду. То есть я буду обязательно произносить этот стих. Обязательно буду произносить, потому что то прямо погружение, вот, прямо, вот, знаете, снесло меня Духом Святым. Просто снесло меня Духом Святым. И я не знаю, может быть, сейчас там придет домой и скажет, мам, я не знаю, что случилось, но я полностью здоров. Я в это поверю, и я это приму, и рухну, и буду благодарить Бога. А я уже его благодарила за исцеление, потому что я знаю, что Игорь исцелен уже. Вот я знаю, что он исцелен уже. Так какой же это стих? Сейчас я вам зачитаю. Сегодня я еще больше поняла, не больше, а я, не знаю, мне кажется, уже окончательно поняла все-таки, почему Бог медлит, почему Он не торопится прийти сейчас, вот, для того, чтобы судить мир. Все христиане ждут Его, молятся о Его пришествии, о возвращении Христа на землю, чтобы все было закончено, и чтобы Он забрал своих детей. И я понимаю, почему Он медлит. Вот в этой 11 главе от Иоанна написано, что, получив известие от Марфы и Марии, от сестер Лазаря, который был другом и Иисусу, и его ученикам, они часто останавливались у него, он жил в Вифании, это недалеко от Иерусалима. Они у него останавливались, он их кормил, они общались, у них были там служения, то есть собрания были там в его доме, в поместье у Лазаря. И вот он получает сообщение о том, что Лазарь болен. И тот, кто читал Писание, тот, кто знает, о чем идет речь, он не пошел сразу, он не пошел сразу. И вот сегодняшнее мое погружение, мне все разложил, понимаете, вот все разложил, разложил Бог, все разложил, разложил абсолютно все. Если мы хотим изучить Писание, если нам это интересно, если Рамазану интересно, если он хочет выучить песню, мелодию, он ее выучит. И если мне хочется узнать истину, если мне хочется докопаться, а почему Иисус сразу не пошел? Ну ведь логичнее. И в мире бы сразу же, понимаете, ну ты что не идешь-то? Начались бы какие-то осуждения, понимаете, и все это. Во-первых, мы никому, конечно, не обязаны там отчитываться, потому почему мы сделали вот так, а не иначе, а тем более Бог. Бог должен что-то объяснять. Почему Он это делает? Но тем не менее, Бог объясняет это не прямо, но как-то иносказательно. Через вот духовное погружение Он объясняет, почему Он не идет. Он объясняет все. И нет никаких вопросов. И нет никаких вопросов. Тем более каких-то там осуждений. Так вот, сестры отправляют посланника к Иисусу Христу, послали сказать ему. В третьем стихе мы с вами читаем. «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Точка. Не пишут они, что «Господь, мы Тебя любим, Лазарь, который Тебя любит, Лазарь, значит, Твой друг, который, значит, вас с такой широтой своей души и в духе пребывая вас всегда встречал. Они пишут всего одно предложение. Они пишут одно предложение. Вы только вдумайтесь, как это мусть. «Господи, вот кого Ты любишь, болен». И всё, и я, я начала молиться. Я говорю, «Господи, как будто, как будто, вот, я не планировала читать. У меня была совершенно эта глава, но другое место. Совершенно о другом я должна была, хотела сегодня поделиться. Может быть, сегодня именно он особо нуждался в этой молитве. Сегодня, может быть, он что-то хотел сделать, не то, что нужно. И Бог его остановил. Я же не знаю, мы никогда не можем быть рядом с нашими детьми. Но как здорово, когда с ними может быть Бог. «Кого ты любишь?» «Кого ты любишь?» Я говорю, «Бог, отец небесный, во имя Иисуса Христа, тот, кого ты любишь, сын наш». Причем я не говорю, что это мой сын, я говорю, «наш сын». Ибо отца Игоря, моего мужа, я потеряла, когда Игорю было 13 лет, и Бог встает на место отца, поэтому я говорю, «это наш сын, тот, которого ты любишь, болен». И понимаете, это вот то звено, та деталь, которая сошлась вот в этой вот молитве матери за его исцеление. Он мне ничего еще сегодня не писал. Я его просто прошу, я говорю, хоть раз в день дай о себе знать. Я не настаиваю, я не упрекаю, почему ты не звонишь, почему ты меня не пишешь. Вообще не трогаю, вообще не трогаю, потому что у него очень вспыльчивый характер. Я знаю, к чему это может привести. Человек плохо себя чувствует. Я тут, значит, все это, он даст о себе знать. Я это знаю. Но я молюсь, и я все время с ним. Я все время с ним. И вот этого стиха его не хватало в моей молитве. Не дай Бог, если будут болеть дальше мои родные, мои близкие. Но если так случится, мы справимся. С любой болезнью мы справимся. Во Христе Иисусе мы справимся. Я обязательно буду говорить именно так, ибо Бог мне указал. Молись именно так. Ибо я люблю вас всех. Я вас так люблю. Кого ты любишь, молит. Кого ты любишь, молит. я хочу, Ну вот, первое, с чем я хотела поделиться с вами. А дальше я, наверное, разделю. Будьте благословлены. Спасибо Господу. Спасибо Господу за это время, за этот день. За то, что мы можем получать вот эти порции мудрости, порции, как вот сказать, да, всего того, чего дает Бог по благодати своей, веры, смирения, терпения, а главное, упования на Него, чтобы как бы ни было и как бы трудно ни было. Я же не плачусь никогда так вот вам, чтобы там рассказывать. У меня такая трудность, у меня такая трудность. У меня же их очень много, очень много всего, всякого калибра, понимаете, вот всякого калибра трудностей. На упование моё, Господь, я на Него опираюсь очень-очень крепко, очень-очень крепко. И я ощущаю, насколько я становлюсь сильнее во Христе Иисусе и вам того же жила. Будьте благословлены во имя Отца и Сына и Святого Бога. Ай!